Минувшую пятницу жильцы дома по набережной 133А едва ли скоро забудут. Первый пожар в двухкомнатной квартире в первом подъезде произошел в 6 вечера. По прибытию пожарных подразделений на место было установлено, что происходило задымление квартиры на втором этаже. В результате пожара были травмированы двое малолетних детей 2014 года рождения и 2016 года рождения. Были маленькие ребята. Я слышу, выскочили, они заливили, ребята. Потом сначала маленькую вытащила, двухнедельную или трехнедельную. А потом вот он прибежал, пьяный, забегал. Она говорит, где вторая девочка? А вторая девочка лежала с ней на диване вместе. В результате пожара у детей диагностировано отравление угарным газом легкой степени. Их тут же доставили в больницу. Но взрослым и этого показалось мало. Они продолжали выпивать. И всего через 5 часов в той же самой квартире произошел второй пожар. Причина та же. Что предварительной причиной пожара послужила неосторожность при курении хозяйки квартиры 1960 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. На этот раз пожарные спасали всех оставшихся обитателей злосчастной двушки. Родители детей, которые к этому моменту уже были в больнице, и бабушку. Именно пожилая женщина оказалась в эпицентре возгорания. Ее доставили в реанимацию, где она находится до сих пор. Молодые люди отравились угарным газом. Пожарные отмечают, что итог второго пожара мог быть куда печальнее. Благо огнеборцам уже была знакома планировка квартиры. Счет шел даже не на минуты, а на секунды. Сейчас по факту двух пожаров проводится комплексная проверка. Ее результаты вряд ли порадуют молодых родителей.